Добрый день! Я научный сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника Гринзаводской Урал, Попов Никита Георгиевич. Мы продолжаем рассказывать вам об объектах культурного наследия, находящихся в городе Нижнетагил и его окрестностях. Сегодня поговорим о доме и здании церковно-приходской школы, которые связаны с ранним этапом биографии уральского писателя Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка». Он является автором ряда известных художественных произведений, среди которых «Дикое счастье», «Горное гнездо», «Три конца», «Аленушкины сказки» и ряд других работ. Обе постройки в настоящее время находятся в поселке Висим. Сам по себе поселок был основан еще в октябре 1741 года и тогда назывался Висимошайтанским заводом. Он входил в состав Нижнетагильского горнозаводского округа. Дом, о котором пойдет речь, был построен в 1844 году как место для размещения заводского священника. Дело в том, что отец Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка», Наркис Матвеевич Мамин, был как раз таки заводским священником, поэтому в 1852 году ему и его семье был выделен этот дом для проживания. В этом же 1852 году рождается Дмитрий Наркисович и свое детство вплоть до 1866 года он проводит в этом здании. Сам по себе дом представляет собой одноэтажную бревенчатую постройку, возведенную на каменном основании. Сверху он накрыт четырехскатной железной кровлей. Мамины покидают этот дом в 1876 году и его внешний облик оставался неизменным вплоть до 90-х годов XIX века. Тогда в Весиме произошел пожар и дом был частично поврежден. На старом фундаменте был воздвигнут дом большей площади, частично он был воздвигнут из уцелевших от первого здания бревен. В качестве жилища для священников дом использовался вплоть до событий Октябрьской революции 1917 года. После национализации в здании размещались различные общественные службы. В разное время там находилась поликлиника, библиотека, а также органы местного самоуправления. В 1975 году начались реставрационные работы, в ходе которых на старом каменном фундаменте был воссоздан дом образца середины XIX века. В 1979 году открылся литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. В 2002 году он пережил серьезную реконструкцию, была обновлена экспозиция, и в настоящее время он продолжает функционировать, входя в состав Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал. Частью экспозиции Литературно-мемориального музея имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка является здание церковно-приходской школы. Оно само по себе интересно и имеет богатую историю. Дело в том, что заводская школа была основана еще в 1839 году при Анатолийской церкви в Весимно-Шайтанском заводе. Стоит отметить, что Демидовы в 1847 году принимают решение о строительстве отдельного здания для школы. Здесь обучался сам Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк, а также преподавал его отец. Что стоит знать об этом здании? Это одноэтажная деревянная постройка, накрытая тесовой крышей. Внутренняя площадь составляет около 35 квадратных метров. Школа функционировала вплоть до 1915 года. Потом она была закрыта из-за недостатка учащихся. В 1916 году на ее месте была открыта изба читальна. После Октябрьской революции 1917 года в здании располагались различные административные службы. В 1978 году в ходе создания музейной экспозиции Литературно-мемориального музея имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка было использовано также и здание бывшей церковно-приходской школы. В 2002 году экспозиция значительно обновилась, и она предстала перед вами в том виде, в котором вы ее можете увидеть, посетив этот музей. В настоящее время оба объекта входят в состав Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал. Более подробно познакомиться с историей этих зданий и с историей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка с его творчеством вы сможете, лично посетив этот замечательный музей. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, посещайте наши мероприятия, и мы всегда будем рады видеть вас у нас в гостях. Всего доброго!